И так, ребята, всем привет, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Ну что я могу вам сказать, не забывайте тыкать пальчики вверх, проявлять активность, чтобы серии выходили стабильные, я показывал максимально многое. В общем, мне сказали, что все-таки лучше не изучать сейчас ясли, потому что сейчас там все враждебные, придется всех убивать, и я, честно говоря, не очень хочу этим заниматься, да, всех гасить. Вот сейчас соберем, что по пути будет лежать, смотри, свиток, ложная жизнь, забираем, потом, если что, гейлом изучим, но сначала, что мы будем сейчас сделать, нужно проверить пару мест, смотрите, начнем мы, сейчас объясню, откуда. А конкретно нам нужно сейчас, а, с этой местности перемещаться нельзя, хорошо, давай, сейчас мы выходим вот сюда. Там, где можно перемещаться, вот здесь уже можно начинать, смотрите, мы сейчас переместимся в приют, так, подожди-ка, чайный домик, вымершая деревня, начнем отсюда, да. Мы сейчас вернемся, да, в первую локацию, там нужно кое-кого допросить, мертвого женщину, да, и узнать, где там приданы ее, потом нужно сейчас сходить будет в пещеру Медвесыча и узнать, что стало с малюткой, да. Потом там же, в этом же самом месте нам нужно открыть шкатулку, в которой будет что-то лежать, что нужно Shadowheart, поэтому сейчас мы поменяем, сейчас мы немного поменяем команду. Я сейчас Лаэзель оставлю в лагере, а возьму вместо нее Карлак, наверное, я думаю. Сейчас посмотрим, короче, смотри, начнем, наверное, смотри, можно с ней вообще потрещать, что она скажет просто, типа, мне очень интересно. Хаос меня окружает, вокруг царит беззаконие, и во всем этом я должна навести порядок. А, все, жди меня в лагере. Ты уверен, что это хорошее решение? Оставайся в лагере, я тебя заберу, когда настанет время. Хорошо, когда время настанет, я буду готова. Замечательно. Теперь здесь, идем сюда. Друг мой чудесный, ты тоже, наверное, здесь оставайся. Чем могу быть полезен, дружище? Я думаю, тебе лучше какое-то время побыть в лагере. О, радость моя, я задет. Я думал, между нами что-то особенное, но он это говорил уже. Так, да, да, да. Теперь, сейчас, подожди. Пойдем со мной. Привет, солдат. Ну, я хочу поговорить про способности, которые дают нам личинки. То есть, ты правда это сделал? И тебя не волнует то, что ты теперь еще больше летит, чем раньше? Ну, что я могу сказать? Выглядишь ты нормально. Пахнешь нормально. Кажешься нормальным. И все же, ты теперь еще в мозгоедестие, чем раньше? Надеюсь, ты не рассчитываешь всерьез, что я последую твоему примеру. Вообще-то было бы неплохо, преимущество вроде бы перевешивают затраты. Ты полагаешь? Не думаю, что можно с уверенностью утверждать это, как и обратное, впрочем. Мы пока не знаем, какой может оказаться цена. Обдумай все как следует, Карлак. Выгоды от всего этого будут немалые. Не получится. Не, получилось. Получилось. А что вот это такое? А что это? Сколько было? Ладно. Вот как ты это делаешь? Всегда убеждаешь меня в том, в чем я сама убеждаться решительно не хочу. Ладно, я взвешу все варианты. По крайней мере, это я могу тебе обещать. Все на этом? Подожди, нет, не все, идешь со мной. О чем думаешь? Ну все, пошли. Да. Наконец-то. И теперь... Где у нас Шэдоу Хард? Хотелось бы узнать для начала. Она где-то... Нет, не здесь, что самое интересное. Вот она. Пупсик, что-то ты загрустила. Знаешь, я поймала себя на мысли, что... А, ну это она говорила, да. Пойдем со мной. Ладно, путешествовать вместе безопаснее. Кто знает, что ждет нас впереди. Все, хорошо, мы покидаем лагерь. Все, банда в сборе. Снова у нас здесь, значит. И мы сейчас что делаем? Где у меня там была карта? Нам сейчас надо попасть снова куда-то... Вот сюда, по-моему, да? Если я ничего не путаю. Или путаю. Постой, сейчас, секундашка. Я забыл, куда надо идти, ты прикинь. Ёлки-палки. Что-то еще вот здесь мы не смотрели, да? Я смотрю. А где эта пещера-то была? По-моему, где-то вот здесь. Пойдем сейчас сюда сходим. По-моему, куда-то сюда. Иди. Можно водички накачать, забавно. Куча трупов, да. Да-да-да. Куда-то сюда, по-моему. Где? Вроде да. Где-то здесь должен быть вход в пещеру. Просто что-то он не отображается, нифига. На карте, что самое тупое. Плюс... А, вот-вот-вот-вот-вот. Тут просто еще надо сделать оружейный шедевр. У нас есть все и кора, и все дела. Так что все нормально должно быть. Мы там нашли какой-то стик. И, по идее, его надо передать сейчас кому-то из них. Блин, а вот я забыл, что конкретно нужно передать. Как эта штука выглядит-то? Сейчас разберемся. Теперь смотрим. Вот мы здесь. Теперь давайте искать там молитву или что-то типа такого, да? Короче, там было какое-то... Сейчас давай по типу рассортируем. Что-то должно быть, может, у кого-то и кому-то я передал эту записку. Не? Очень странно. Тут, кстати, еще знаешь, как можно делать? Смотри, вот так вот. Бэмс, 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 бэмс. Вот это тоже убираем, вот это. И вот так вот, смотри, бэмс. Бэмс, бэмс, бэмс. И, смотри, правая кнопка мышки отправить в лагерь. Хоба! Вот так вот. И, блин, нифига ж не обучает вот этому, что самое тупое во всей этой истории. Все. Я проверил. Короче, в чем вся суть? Нужно, получается, самым внимательным персонажем прыгнуть сюда и найти здесь свиток, который лежит около этой статуи. Смотрите, хорошо. Но что-то никто пока не реагирует. Вот, смотри, происхождение... Но это не то. Древний фолиант, в котором рассказывается о происхождении Селуны и ее сестры Шара. Сребряная лучистая Селуна и темная манящая Шар, олицетворяющие свет и тьму, во вселенной дополняют друг друга. О! Провал. Хорошо. Первая попытка у нас провалилась. Хорошо, а. Успех. Есть. Вот, смотри, прочесть. Молитва, посвященная Селуны. Автор призывает всех принять благословение лунной девы и вкусить от ее даров. Молитва помечена тем же знаком, что и сундук. Я думаю, это ключ. Вот и все. Открыть. А, подожди-ка. Испытание пройдено. Так, это пройдено, но... Подобрать, взять и добавить в товар и метнуть, осмотреть. Подожди-ка, ну хорошо. Это здорово и замечательно, что типа это может быть... Но почему он его не открывает? Ммм, вот, типа и прочитать ее. Хорошо, мы подходим к сундуку и прочитываем ее. Капец, это же не очевидно, нифига. Вот, ну и дела. Кто бы знал, что от молитвы бывает практическая польза. Вот такая вот история, нифига себе, блин. Так, Гейл, сорян, сейчас мы тебя восстановим как-нибудь, да? Все, получай бонус. Лучше оставь все как есть. Или уничтожь, если возможно. Но зачем? Этот мусор подношение селуны. В лучшем случае он просто бесполезен. В худшем, кто знает, может прокатит. Заигрывание с лунной ведьмой приносит только беду. Таков завет шар. Если это для тебя так важно, я не буду их трогать. Да, важно. Благодарю тебя. Так, теперь, короче, смотри, я сейчас все тебе покажу. Короче, смотри. Иди подальше отсюда, я втихаря сейчас это все облутаю. Сделаем по-хитрому, да? Все, ты далеко уходи, а я так бэмс, типа я такой, опа. Типа нельзя, а можно. Селунский обряд, смотри, лунная подвеска. Если у владельцев остается 50 ОЗ или меньше, он больше не провоцирует внеочередные атаки. Опа. Гейл. Ловкость рук. А, типа перекинут, нужно проверку пройти? Хорошо. Потом здесь серебряное ожерелье. Гелиотроп. Идол Селуны. И Селунский обряд. В этой книге описываются древние ритуалы и инициации почитателей богини Луны Селуны. Когда ребенок достигал определенного возраста, его отводили в дремучий лес и оставляли там. Ребенку нужно было выжить и вернуться к серебристому свету Лунной Девы, полагаясь исключительно на собственные навыки. После возвращения к своим, ребенок принимался в общество, и его вера в Селуну никогда более не подвергалась сомнению. Понятно. Хм, ритуалы полнолетия у Селунитов. Похоже, это дело серьезное. И даже опасное. Все, подходи. Я ничего не забирал. В случае чего. Пойдем. Нам сейчас надо проверить, что стало с... А, вот, смотри, да, ее замочили. И, короче, прикол в том, что можно было ее самим убить, и у этого маленького медвесыча можно было забрать. Похоже, гоблинский патруль, животные. Да, ее убили. Она заслуживает лучшего. Ну, не надо. Наконечник сломанного копья. Смотри. Гоблин-ищейка. То есть, в любом случае, даже если весь лагерь вырезаешь, видишь, они приходят и убивают ее, что самое печальное во всей этой истории. Здесь объятия Сильвануса. Да, давайте. Яйцо медвесыча. И что делать? Яйцо медвесыча стоит целое состояние. Свиная вырезка. Ну, ладно, типа, я забрал, хорошо. Вот еще груда костей. Вот у меня тоже говорит, типа, Дима, нажимай на Alt, чтобы подсвечивать. Нажимаю, видите, до сих пор там далеко не все подсвечивается. Тяжелый камень, что-то еще. Все, здесь больше ничего нет. С этой стороны просто мы еще не это самое не изучали. Ну, ладно, разберемся. Яйцо-то у меня есть. Может быть, там можно что-то с ним сделать. И в итоге, ну, оно вылуп... Типа, медвесыч маленький вылупится. Здесь мы закончили, хорошо. Далее. Мы, короче, отправляемся в Подземье. Ну, не в Гримфош. Древняя кузня. Лагерь гоблинов. Подожди, Подземье... Подземье, Подземье... Древес... А, подожди-ка, здесь еще, короче, был квест. Один момент. Помочь исследовать паразита завершено. Хорошо. Скрит завершенный. Нам надо, смотри... Воин Гитьянки. Мы не смогли извлечь элититского паразита и настроили против себя королеву Влакит. Лайзель. Нужно время, чтобы оценить последствия. Хорошо. Потом вот здесь, смотри, спутники. Что-то еще там было? Избранница Шар. Мост к Древнему Храму разрушен. Туда должен быть и другой вход. Мы узнали, что из Гримфорджа есть путь к Древнему Храму. Понятно. Обыскать подвал. Найти способ дочитать. Да, это уже потом дальше продолжение будет. Завершить оружейный шедевр. Показать на карте. Сейчас пошли выйдем. Хорошо, ладно. Что, я понял, куда перемещаться? Смотрите. Завершить оружейный шедевр. Вот, завершить оружейный шедевр. Это нужно вот сюда, в вымершую деревню. Пошли сначала это выполним. Да, я думаю, тут, в принципе, рядышком. Пойдем. Куда-то, куда-то, куда? Вот сюда. Мы там видели кузницу. Просто это было так давно, что я уже забыл, где она находится. Вот здесь. Тут не знаю, что ковать. Посмотрим, что там можно выбрать вообще. Итак. Начнем с главного. Плавильная печь. Смотри, здесь плавильная печь. И вот здесь древо сусур, скорее всего, да? Вот, кора. Хорошо. Кора на месте. Теперь черед двуручного меча, кинжала или серпа. Что-то потом еще морг сюда, да? Так, хорошо. Теперь дальше. Смотрите. Это нужно адская сталь какая-нибудь там, да? Вот она. Нельзя объединить, странно. А я забыл, что нам нужно делать. Короче, я могу улучшить только серое оружие двуручное серого качества. То есть двуручника у меня что-то при себе, я так понимаю, нет обычного, да? Ну, хорошо, сейчас я быстро раздобуду его, секундочку. Что-то капец, блин. Просто, может, там что-то было написано, просто я уже давно это все читал. Ну, как бы я имею в виду в чертежах, там, в всяком дерьме. И просто, может быть, я подзабыл. Ну, вот, короче, у меня есть двуручники. Или можно кинжал, даже пофигу вообще. Вот можно кинжал сделать. Можно моргинш... Ну, моргинштерн нет. То есть у меня нет двуручника серого качества, да? Ну, хорошо, пускай будет вот это. Просто мы просто... Зачем я это выбросил? Все, пойдем. Смотрим, можно ли это провернуть. Если нет, то я сейчас вообще кое-нибудь замочу здесь. Ревущее пламя ждет подношения. Ты ощущаешь сладкий аромат. Кара сусора в огне насытила оружие. Пламя гаснет. Кинжал готов. А, то есть, типа, можно только один, как его... Одно оружие было сделать, да, здесь? Ну, ладно, просто сделал, да сделал. Кинжал из сусора. Получается, кислота, лучистый, сияние поверителя утренней звезды. Ну-ка. Че это такое? Ваши атаки оружием дополнительно наносят 1-4 единицы лучистого урона. Понятно. Ну, такое главное, что мы квест завершили. Это уже неплохо, я считаю. Потом вот здесь, смотри, нам надо... Карту можно? Давай сейчас, наверное, выберемся отсюда. Че-то есть? Да. Теперь нам нужно переместиться туда, где была жена. Дядьки одного. Как раз таки вот там недалеко, вы поняли где, да? Это нам нужно вот сюда. Ну, там она молится, она уже, я это уже озвучивал. И они до сих пор здесь сидят. Мне интересно, а тот вот мужик, который там наверху, он тоже там? А, фигня. Че-то я не все облутал здесь. Но, опять же, я говорю, я все далеко не лутаю, потому что тоже время занимает. Я понимаю, что это не очень весело смотреть. Хотя у некоторых там пригорает пятая точка от того, что я пропускаю что-то. Ну, ничего страшного. Лучше держать руки при себе, за тобой следят. Я понял. Сейчас сразу делаем вот так. А, типа нужно подойти сначала, ладно. Надеюсь, там никто там, мне это самое, не сагрится на меня за то, что я такую вот делаю гадость. Ты медиум. Ты будешь с ней говорить, да? Можешь спросить кое-что для меня? Могу попробовать, что ты хочешь узнать? Приданная. Она должна знать, где она. Задать его вопрос. Приданная. Для сестры. В амбаре. Амбар? Должно быть, она говорит об одном из пустых строений позади трактира. Принеси его мне, прошу тебя. Я не могу ее оставить. Труп смотрит на тебя мертвыми глазами. Как ты оказалась в трактире? Из Элтургарда ехали на свадьбу сестры. Как ты умерла? Найти мужа Бенрина внутри. Дверь заперта. Попала в огонь. Где сейчас Бенрина? Внутри. Комната. Верхний этаж. Кто ты? Мирилет. Крестьянка. Сила заклинания иссякла. Ты больше не можешь задавать вопросы. Хорошо. Значит, получается. Нам надо сейчас найти, где это приданное. За амбаром. А где, собственно, это все? На карте отмечено, интересно? Подожди. За трактиром. В сарае неподалеку от трактира. Бенрин говорит о приданном. А, вот. То есть, типа, нужно искать. На карте, типа, не отображается. Ищи сам. Пойдем искать. Где-то в сарае неподалеку отсюда. Ну, я думаю, что где-то, может, там где быки? Ну, где мне должен его найти? Просто, что самое интересное. Ну, вот сарай какой-то есть. Хорошо. Сток. Может, здесь? Похоже, все на что-то зарыли. Вот золото. Кольцо из приданного. И бронзовое ожерелье. Все, мы нашли. Ну, отдадим ему, конечно. Я не буду себе это оставлять. Мертвая трактирщица, я смотрю, да? Опа, ключ. Ключ от номера. Хотя, наверное, это уже не надо мне. Но я просто забрал, чтобы было почему-нибудь. Я нашел приданное. Держи. Я знаю, что это ничего не изменит, но так лучше. Но это поможет. Спасибо тебе. Мне нужно побыть с ней немного. Попрощаться. Все, завершено. И что, опыта даже не дали? А в чем прикол? Я же надеюсь, что там что-то еще потом будет, не? Потому что что-то как-то, ну, такой квест не очень. Смотри, найти лекарства. Так, это понятно. Отправиться к лунным башням. Это мы знаем. Принять свой потенциал. Мы спасли девочку по имени Арабелла, которую чуть не прикончила змея. Она побежала к родителям. Надо будет поговорить с ними. Это где вообще? Это в роще друидов. Ладно, найти песню ночи. Вы разгадали головоломку в лагере гоблинов. Нашли тайный ход, ведущий под землю. Отыскать подвал. А, это все хорошо. Ну, это все остальное. Ладно, понятно, хорошо. А что там за девочка Арабелла-то? Это где-то в роще друидов? Подожди, сейчас надо проверить. Просто интересно, что это такое. Девочка, это скорее всего, та, которая... А, подожди-ка, стой. Друиды, это же вообще не здесь. Они же ушли, скорее всего, да? Ну, в смысле, друиды здесь. Я имею в виду, что, типа, девочка-то, скорее всего, ушла уже. Со своими товарищами. Поэтому мы сейчас не найдем их. Это значит, нам сюда не надо. Значит, мы сейчас куда идем? Смотрите, есть в подземье одно место. Берег. Гримфорж. Это, по-моему, на берег. Там должна быть башня. Нам нужно именно к башне сейчас переместиться будет. Это, короче, подземье. Силуинский аванпост. Что это такое? Пройти через подземье. Древо Сусур. Меконидов. Вот разрушенная башня. Нам нужно вот сюда. И тут можно пропрыгать кое-куда. Я так понимаю, где-то вот здесь, да? И мы сможем... Что сделать? Попасть в новое место, которое я пропустил. Там, оказывается, еще один квест висит у нас. Поэтому сейчас мы это все и будем изучать. Давайте я, наверное, добегу включусь, да? Чтобы вас не парить. Теперь ты, подруга моя. Ты сможешь допрыгнуть? Да. Теперь все, мы все вместе. Все здорово и замечательно. Накосячили слегка, но ничего бывает. Бывают в жизни огорчения. Подожди. Подожди-ка, стоп. Я вообще не туда пришел. Да ты прикалываешься? Я пришел вообще не туда. Тут костер, смотри, есть. Тяжелый сундук запертый, который я почему-то не изучил. Ни хрена. Офигительно. Короче, я вообще молодец. Я не туда прыгал все это время. Но в любом случае я нашел сундук закрытый. И мы сейчас попробуем его вскрыть. Все перепрыгнули? Или Гейл у нас, как обычно, там что-то застрял, да? Конечно. Как может быть иначе? Давайте посмотрим, что у нас в сундуке. Попробуем сейчас там изучить с другой стороны грибы. Они там должны быть 100%. Вскрыть. Что это было? Выживание. Проверка не пройдена. Печально. И что у нас тут? Раскалывающие небеса. Понятно. И слиток серебра. Ну, заберем. Письмо к Ире. Слиток бронзы. Слиток бронзы. Легкий молот. Ну-ка, что за письмо? Прочесть. Дрожайший мой Ире. Не знаю, не вернешься ли ты, не даже получишь ли это письмо, но если все же вернешься, пожалуйста, дождись меня. Меня не будет недели две-три. Не больше. И мне невыносима мысль, что по возвращении меня встретят лишь пустые залы до Бернард. Не знаю, долго ли я еще смогу сносить разлуку. Мне не хватает тебя безумно. Я все время думаю, как все могло бы быть, поведи я себя хоть чуточку менее несговорчиво. Как мы продолжали бы работать, ты над своими изобретениями, я над своими заклинаниями. Как ели бы вместе, как смеялись бы над твоими нелепыми шуточками. Просыпались бы вместе с тобой. Что бы там ни было, я по-прежнему люблю тебя. Так что прошу, если вернешься, дождись меня. Я вернусь. Скоро. Навеки твоя, Ленора. В конце письма идет переписка другой рукой. Я ждал, ждал до самого Тарсаха. Я готов ждать тебя вечно. Но ты так и не вернулась. Ага. Короче, ясно. Что-то, видишь, случилось, и она не вернулась обратно. Ладно, пошли запустим лифт, чтобы уже такой фигней больше не заниматься. Хотя уже, наверное, и смысла в этом не будет никакого. Что-то никто не прошел испытания выживания. Видимо, что-то закопано, я так понимаю, здесь, да, неподалеку? Сейчас подождем Гейла. Пускай он сейчас костанет нам легкое падение, и мы пойдем. Вот там, видишь, что-то похоже, да? Или мне кажется? Ну, вроде где-то вот здесь должно быть, я так понимаю. Так, Гейл. Хорошо, полетели. Что перекрыто-то, елки-палки? И вот, получается, здесь есть вот эта вот фигня сусур. И мы вот сейчас, по идее, это можем использовать, чтобы запустить лифт. Смотрите. Идем. Это ж, по идее, вот здесь, да, все верно. Цветок, да, сусура. Эти уже штуки были уничтожены, поэтому я не знаю, что они там спрятались. Ну, мы эту башню обследовали полностью, так что... Странная она, конечно, такая прям, да, по дизайну. Как будто бы не от мира сего. Все, выходим. И сейчас ищем те самые грибы, я просто не пойму, где они. Может, где-то вот здесь? Там что-то светится, подожди. Про какое место мне... Может, где-то вот здесь, наоборот? Как-то вот тут пропрыгать, да, попробовать? Что-то просто я не пойму, про какую деревушку скрытую мне... Вот здесь что-то еще, наверное, есть, да, мне кажется? Потому что тут, смотри, какой участок у нас не исследованный. Может быть, почему нет? Ладно, пошли сейчас с другой стороны посмотрим. Потому что что-то я здесь не вижу, где можно попрыгать. Тут только цветок сусора, и все, и больше ничего. Ну, и тут я тоже так наблюдаю, что мы здесь ничего пропрыгать не сможем-то, в общем-то. Ладно, значит, наверное, что-то я не так понял. В любом случае, не зря сходили, я считаю. Потому что, ну, узнали, что случилось, да, с этой вот девушкой, которая здесь жила. Ну, с парнем, да. Как бы запустили башню, все работает, теперь круто и здорово. Но мне кажется, что деревня находится вот здесь где-то. То есть я просто пошел не в ту сторону. Потому что так-то все здесь плюс-минус, видишь, изучено. Вот этот участок единственный, который, типа, не исследован. Пошли. Смотрим на карту. Это нам, получается, можно пройти вот, наверное, как-то вот здесь, что ли, да? Либо вот здесь как-то. И либо вообще можно было вернуться из разрушенной башни и пойти в эту сторону. Видишь? Нафига я тогда уходил? Тоже вопрос интересный. Безумно. Ладно. Сейчас будем разбираться. Вот, по идее, нам вот туда нужно идти. Да. Но. Я отойду. Стоп. Ой-ё-ё-ё-ё, что-то я переборщил. Сорян, слишком с близкого расстояния шарахнул. Вот тут что-то есть, видишь? Вот там можно пролезть как будто бы. Ой-ё-ё-ё, что-то я туплю. Слишком близко опять. Ну, ничего страшного, как обычно. Скалист. Вот здесь можно слезть. И где мы оказались? Вот, гнойная бухта. Вот здесь я не был. Ф5. Вот про это мне рассказывали. С ними можно поговорить? Да. Охотник Куатоа. Какой-то там. А с кем можно? Смотри, это можно, кстати, облутать. Но они никак на меня не реагируют пока что. Существо всецело погружено в молитву. Оно не обращает на тебя ни малейшего внимания. Понятно. Ну, типа, они, по крайней мере, не враждебны. Ну, вроде как, по крайней мере, пока. Ну, это вряд ли тоже как-то будет на меня реагировать. Они все погружены в молитву. Вот. Наполни нашей кровью свои океаны, о великий Буал. Построй свой подводный храм из наших костей. Ты чувствуешь исходящее от этих существ волны безграничной веры. И с каждой новой волной, ты сильнее ощущаешь присутствие кого-то еще. Слова, жрец, одни слова. Дела где? Где кровь? Ты не узнаешь этих существ, но похоже, что они подчиняются этому голосу. Ты, владыка убийств в жажде джетоприношения, ты станешь жертвой великому Буалу. Буал, это Баал? Бог убийства? Воно как! Я тебе что скажу, окорок. Я бог, и я люблю убивать. Сечешь? Ну, жрец, Буал хочет жертвы. Буал хочет крови. Постой, если тебе нужна кровь, у меня есть другое предложение. Ооо, что такое? Ты привел с собой ненужное мясо? Чем ты порадуешь великого Буала? Ты хочешь, чтобы я принес в жертву одного из своих друзей? А что ты на меня так смотришь? На меня не смотри, я только-только выбралась из дьявольского ада. В рыбе меня нисколечко не тянет. Осторожно, в моем случае жертвоприношение не переживет даже бог. Все просто. С тебя жертва. Хочешь жить? Приведи другую. Я не буду этого делать. Я тебя в лепешку растопчу. Я искупаюсь в твоей крови. Кровь. Буал требует крови. Ну и зря. Придурок, потому что ваш Буал. Все, что потанцуем, да? Так. Подойдем? Как замечательно-то все у нас поперло, да? Щит веры. Защищить существо от атак. Поднять его класс брони на два. Спускаем. Это что за фигня? Все, давайте развлекаться. Что я могу вам сказать? Что можно сделать? Разрыв ткани. Давай попробуем прорубание. Просто мы можем нескольких захватить. Нет, только одного. Тогда делаем вот так. Очень даже ничего так. Теперь я. Мишка. Очень даже ничего. А, там еще. Ну и до хрена их, да, здесь. Сейчас к Гейлу попадет по-любому. Ну, конечно, как обычно. Все, сволочи. Вам не повезло. Знаете, почему? А, фиг его знает почему. Скорее всего, вам повезло. Ха-ха. Что мы можем с ними сделать? Смотри, у них какая-нибудь там слабость-то есть. Просто осмотреть. Под угрозой кровотечения. Это здорово, замечательно. То есть, короче, они, в принципе, восприимчивы. Я так понимаю, как абсолютно всему, да? Понятно. В таком случае. Потом. Давай, наверное, куда-нибудь отойдем подальше, я думаю. Чтобы меня так сильно не цепляли. Теперь здесь. Кого-то надо подлечить, наверное, да? Давай, наверное, себя сначала. Другой он был второго уровня, наверное, минимум. Потому что, ну, подлечил... Ну, мало, с точком здоровья восстановил. Очень даже ничего. Теперь пойдем дальше развлекаться. Ой, себя зацепил, бывает. Я не достану, как вы думаете? Достану. Просто уничтожаю их. Как весело-то, а? Как приятно побеждать. Угу. Ну, давай, теперь мое любимое-то, а? Вы все время говорите, что я пользуюсь одним и тем же, поэтому я буду пользоваться одним и тем же. Все. Теперь, кто у нас там остался-то еще один? Вот эта вот тварь, да? Попаду, как думаете? Ну-ка, делайте ваши ставки. Попал! Нифига себе, я думал, не смогу. Прикольно. Теперь придется пилить аж туда, да, чтобы до них достать. Не достану, да? Пока-пока, пупсик. А это что было? А почему он появился здесь? Странно. Допустим. Да елки-палки. В свое облако кинжалов забегаю постоянно. Недостаточно движения, да? Или достану, подожди. Не, не достану, ладно. Ну, я тратить не буду его очки, да? Мы, в принципе, сейчас по очереди атакуем, так что я пошел сюда тогда. Очень даже ничего. Хочешь попробовать... Не, не буду ничего тратить, а ты давай добивай. Все, изичи вообще. Я собирать, опять же, всякое говно не буду. Золоченый сундук. Вот что-то здесь, смотрите. Взять. Потом у нас что-то еще вот здесь. Роящаяся поганка. Хорошо. Ну, считайте, все. Я все вроде изучил, да? Вот в этой локации. Типа, больше ничего не осталось. Поэтому можно уже постепенно двигаться в эти самые башни. Лунные. Потому что мы туда прем уже. Я не знаю, сколько по времени. Я совершенно измотан. Но если дать мне как следует выспаться, вы меня не узнаете. Какой-то наобманул его. Там еще один сундук есть. Сейчас всех осмотрим. Подожди, может там что-то будет у этого гномика. А, мы уже смотрели, да? Ничего. Вот, смотри. Серб Буала. У меня обращаться с этим оружием. Хорошо. Это у нас... Давайте заберем. Пускай будет. Окаменелая раковина. Класс брони. Это что такое? Это щит. Забавно. А, просто возьму для трофея. Просто пусть будет. Не, не буду. Смысл просто не вижу. Здесь кольцо с аметистом. Хорошо. И вот сумка с припасами. Замечательно. Вроде все, да? Ну, типа тут понятно, что там нихрена нет у них интересного. Но. Мы можем еще сходить вот сюда куда-то, да? Рыба. Можно, в принципе, рыбку пособирать. Голова рыбы. Но это тоже припасы, поэтому почему нет, в общем-то, если да, да? Это очень интересно. Что? Вот там что-то есть, смотри. Послание в бутылке. Кто это у нас там такой внимательный был? Привет, пап. Прости, что долго не писал. В дороге у нас кончилась бумага. Эту я взял у друидов. Может, потому они на нас так взъелись? Надеюсь, письмо до тебя дойдет. Зевлор говорит, что ты куда-то пропал. И что нашего дома больше нет. Но я прочитал в одной книге, что все реки рано или поздно впадают в стикс. Как будешь писать ответ, отправь его во врата Балдура. А может, сам как-нибудь придешь в гости? Добуду бумагу, напишу еще Дони. То есть нужно это, скорее всего, какое-то новое задание, да? Только что-то я не вижу. Что-то мы нашли, да, но... Во вратах Балдура, я думаю, потом мы поищем этот город. Это в третьем акте аж будет, по-моему. Если я ничего не путаю. Опа, стоп. Девчонки у меня молодцы вообще. Глазастенькие. Здесь безголовая рыба. Не надо нам чашку морскую звездочку. Заберем, да просто так. И бутылку заберем. Здесь, смотри. А что за х-100 убийство? Это что такое? Вот. Прочесть. Когда милость Бала укореняется в одном из его любимых убийц, блаженство его любви не подается описанию, ибо он благословляет своего верного слугу новым чувством, безумным, инстинктивным, первобытным чувством, которое исходит из чрева, эротическим спазмом, который охватывает убийцу в момент убийства. Говорят, что в это мгновение его божественная сущность становится почти осязаемой. Забудьте про все другие наслаждения, послушники, ибо с этим не может сравниться ничто. Пока истинный экстаз убийства не омыл вас, послушники, запомните молитву из этого свитка. Читайте ее после убийства, взывая к владыке, чтобы милость его нашла свое место в вашем теле. Здесь, о, денюжки. Это что такое? Эликсиры без подобного сосредоточения. Выпейте, чтобы получить преимущество при испытаниях для поддержания концентрации. Понятно. Эликсир кровожадности. Выпейте, и вас охватит необоримая жажда крови. Раз заход, когда вы убиваете противника, вы получаете 5 временных ОЗ. Прикольная штука. Эликсир магического развития. Дает дополнительную ячейку заклинания первого круга. При использовании заменяет эффекты других эликсиров. А от долгого отдыха понятно. Ну все вроде, да? Смотрите. Вроде бы все. Ничего не забыл. Но если что, короче, смотрите. Давайте мы пока на этом, наверное, закончим. Потому что серия, в принципе, получилась длинная. Я вроде все свои долги закрыл. Изучил вроде как все. Сейчас мы только наше еще сделаем. Подожди. Я выйду сейчас на другой уровень. Зачем? Посмотрю просто эту часть локации. И в принципе все. Мы с этой локкой закончили. Потом можно изучать уже следующую. Сейчас один момент только. Вот смотрите. Здесь-то мы, в принципе, закончили. Но я думаю, да. Здесь, в принципе, больше ничего-то, наверное, и нет. Скорее всего, да. Только если с этой стороны обойти. Ну ладно. Если что, сделаем следующую часть серии. Короче, смотрите, ребята. Я вроде прошел все. Мы можем идти, наверное, к лунным башням. Напишите мне в комментариях. Я сейчас спецом не стал продолжать. Хотя хотел. Я не буду продолжать, пока вы мне не напишите. Короче, все. Тыкайте пальчики вверх. Комментируйте. Подписывайтесь на канал. На телегу подписывайтесь. Там новости канала. Подписывайтесь на Twitch. Там трансляции. На второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. Кроме того, не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему оставаться на плаву. Ну и развиваться. Ссылки в описании. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok